Чувствуется прям весна-весна. Самое главное запомнить, что планер в принципе сам летает, вот если ты ручку будешь нежно держать. Кому ты летать привет хочешь? Если отвлекусь, у меня сейчас что-нибудь сто процентов не так пойдет. Да у тебя все хорошо получается. Ого, круто. Ну получается? Ага. Вот этот вид должен быть потрясающий. Ого, круто. И посмотрим на облака, которые с одной стороны ниже. Это будет контент огонь. Крем убери, чтобы параллельно склону лететь. Кажется да, что вот мы сейчас не проходим, на самом деле проходим. Ой, а камера сзади летающая. Чем мы не лыжник? 250. Мотор. Ну как ощущения? Да вообще все хорошо. Готовишься к съемке? Да. Ладно, полетели. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. У нас сегодня полет юной леди. Катя летит. Сколько тебе лет, Катя? 13. Одна единственная проблема – вес. Но мы наш планер загрузили свинцовыми пластинами. Все отлично. То есть, с центровкой все хорошо. Будучи с небом, наверное, не стесняйся. Залезай. Попробуем слетать. Покажу, как пилотирует на второй день человек с высокой мотивацией к этому. Ну и талантом, может быть. Погнали. От винта. Чувствуется прям весна-весна. Трехметровый поток. Причем такой плотненький, красивенький. Набираем. Кромка облачности сегодня, на удивление, высокая. Что-то там 2 700-2 800 обещали. Что для 1 марта это более чем удивительно. Видимо, чье-то желание летать так хорошо срабатывает. Хочешь попробовать спирали подержать планер? Хотелось бы. Ну давай, попробуй. Держи ручку. Отдаю. Постарайся так же, как я, по кругу летать. Планер, в принципе, сам летает. Вот если ты ручку будешь нежно держать, особо его не толкая, он так примерно и будет крутить. Меньше крен немножечко. Сейчас не столько задача набрать, сколько почувствовать, что ты его контролируешь в спирали, а ты его, в принципе, нормально без минус контролируешь. Я сегодня был впечатлен тем, как Катя скакала по ангару. Она была везде. И ворота открывала, и что-то там то тащила, и это тянуло. То есть чувствуется из всей команды самое яркое желание летать. Любого инструктора подобное подкупает, и да, хочется показать, ну не знаю, дать как-то максимум. Вот поток сильный, хороший. Да. Прям чувствуется вверх тянет. Немножко меньше крен. Хорошо. Теперь больше крен немножко. Правый педаль тебе помог. Спокойно. Я чуть-чуть подправил его, отдал ручку. Сейчас убери крен, надо протянуть, по прямой немножко пройти в сторону подъема. Ну, довольно сложно все равно. Ну, непростой поток. Пока я немножко понабираю. Уж больно он такой злой. Злой? Это в плане злой? Ну, такой он дерганный, видишь, нервный. Трясет нас постоянно, выплевывает. То есть он нас не хочет тянуть вверх ровно, он вот постоянно с ним приходится бороться. То есть он постоянно за пределы потоков выкидывает? Ну да, да, да. То есть как такой пузырь. Необъезженный жеребец. Такой пузырь несется вверх, пытается нас все время сбросить с себя. Чуть меньше. Вот, хорошо, правильно, ручка вокруг. Теперь нейтрально. Все, спокойненько пойдет по кругу у тебя. Крупнись. Кому передать привет хочешь? Если отвлекусь, у меня сейчас что-нибудь сто процентов не так пойдет. Да у тебя все хорошо получается. У меня студенты там через неделю так не летают. Всегда приятно видеть у человека огонь в глазах. То есть вот когда видный человек пришел... Ну, все, конечно, пришли, все ходят, планят языком, цопают. Но здесь часто бывает, когда вот... Вот как я делаю иногда. Вот примерно такое же состояние у Кати. Посмотрите, как держит спираль. Э, студенты двоечники, я вам это видео буду показывать, как это, учебное. Посмотрите, а? Кать, умничка. Я, конечно, тебя стараюсь не перехвалить, но как можно не хвалить, если вот все хорошо? О, нашла. Вот. Нормально, да? Молодец. Меньше крен немножко. Надо в крен обратно. А? Вот. Угу. Постоянно можешь корректировать. Спускай нос, чтобы разогнать планер до 150 км в час. И наша цель будет пик дебюр на 10 часов. Видишь, гору большую? Да. Огромную. Вот мы на нее сейчас летим. Но первонаперво зацепим облачко, которое сейчас на 11 часов у тебя. Во! Сможешь на мальчиков так охотиться. Я тебе сейчас научу плохому. Я взял ручку. Мальчики обычно так на девочек охотятся. Они говорят, а хочешь потрогать облако рукой? Ну, девочка, конечно, говорит, ой, конечно, хочу. Ну, и ты дальше делаешь следующее действие. Надо разогнаться под облаком. То есть не входя в него, потому что мы все-таки чтим правила визуальных полетов. В скорости запасаем энергию. То есть планера уже скорость не 120, а больше. Еще больше уже 150. Сейчас приготовься, по моей команде откроешь форточку. Ого, круто! Ну, получается? Ага. Посмотри на меня. Как тебе? Круто! Да. Мы сейчас выше облака. За счет разгона мы выскочили на наветренную солнечную сторону облака. Даже поднялись немножко выше него. Готово? Да. Погнали! Ю-ху! Вот этот вид должен быть потрясающий. Ого, круто! А-а-а-а! А-а-а! И не говори! Оп! Ого! Ой! А-а-а! Невесомость! Мне прям понравилась Мертвая петля. Особенно в момент невесомости. Потому что очень красивые виды. Прям видно горы хорошо и лес. Это классно! Ну, все, бери ручку, лети дальше. Так. Ну, смотри, в какое красивое место мы прилетели. Очень люблю эту горку. Страшно иногда для нее бывает летать. Слушай, видишь, какая она огромная такая, вот эти обрывы отвесные. Человеческий мозг, если он там на каком-нибудь пологом холме, считает, что упасть нельзя. А когда такой обрыв, аж дыхание сводит. Ну, так оно и есть. А с левой стороны, как ты видишь, облака значительно ниже нас. Вот это тоже некоторый эффект конвергенции. Красиво? Да. С левой стороны остался заповедник Веркор. Мы на него не полетели, потому что очень громко низкая. Я решил, что мы лучше вот этим хребтом пройдемся. И посмотрим на облака, которые с одной стороны ниже. Контент огонь! Сама хочешь попилотировать? Ускал таких. Сможешь? Да. Ну, давай. Представите, какой я смелый инструктор. Третий день в жизни летает. Катя, и такое я ей позволяю. Плавно убирай крен. Убирай крен. Крен энергично убирай. Хорошо. Ну, вот впереди облако. В облако мы входить не будем. Отвернем влево. Потом. То есть мы считаем, что облако, по сути, это и есть гора. Нисходящий поток у нас был достаточно сильный. Оп. А здесь будет восходящий. И смотрим, что дальше. Ого! 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 Дальше все чисто. Неожиданно, да? Очень красиво. Ого! И впереди Гренобль. Но он сейчас не виден. Я сейчас покажу носом на него. Где-то километров 40 до Гренобля осталось. Вот сейчас он прямо по курсу. А мы разворачиваемся, потому что нам нужно обязательно вернуться домой и пройти перевалы. И это будет непросто. Тоже попадем еще в нисходящие потоки. Как я люблю такие полетки? Как ты летишь? Крен убери, чтобы параллельно склоны лететь. Ого! Хорошо! И до скорости 150 идем, да. Гора нам путь преграждает. Вот тот перевал мы, скорее всего, не пройдем. Я сейчас попробую вот в этот карман залезть. Может, мы там окажемся выше и перескочим на левую сторону. А, смотри-ка, знаешь, как мы поступим? Видишь, с левой стороны? Вот туда пройти можно, а потом завернуть. Да, 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 да. Нам мы сэкономим тем самым немножко расстояния. Давай попробуем сюда нырнем. Я этим путем, кстати, еще не раз не летал. Это сдать 100 дней. Я сейчас пилотирую. Немножечко пошалим. Ю-ху! Вот так, по кувару. Ой, там лыжники. А? Лыжники. Лыжники? Да. Точно. Вот эта скала торчит, конечно, тоже очень красиво. Сейчас я попробую на нее так довернуть, чтобы она попала в поле летающей камеры. Может, получится. Вот мы смотри, куда выбрались. Пик де Бюро – это то место, где мы с тобой вчера летали. С лыжниками, помнишь? Да. И по вот этим склонам с восточной экспозицией мы бодренько сейчас будем двигаться дальше в сторону аэродрома. я прижимаюсь к этим снежним полям. Должно быть очаровательно. Смотри, тропинка идет. Это следы то ли пешком, то ли на лыжах. Да. А, может, это вообще звери? Смотри, это звери. Да, кстати, скорее звери. Я думаю, что люди только маньяки могут здесь бегать. Хотя лыжники иногда такие места забираются, друзья. Недавно мы лыжника видели вот на вот этом склоне. Он тут тоже шалил. О, смотри, вот бегут, бегут, бегут. Видишь? Я тебе сейчас покажу эти козлы. Или кто там был? Посмотри, сейчас крылом покажу тебе на козлов. Внимательно наблюдай. Они на склоне. Один даже из них подскользнулся и упал на снегу. Вот крыло показывает, где-то там. Сейчас пройдем еще раз. Наверное, их увидим. Аж забуксовал бедолага один. Где-то на два часа вот по склону они были. Двое. Два козла. Нету? Нет, видимо, уже уже есть. Эх, друзья, скрылись. Ну, козлы были просто. Такой букс он устроил. Может, хвостовая камера засняла это счастье? Ну, как ты думаешь, перевал впереди мы проходим? Думаю, пройдем. Может пройти. Ну, сейчас посмотрим. Если скорость будет высокая на подходе, то перескочим его. Если нет, то я отверну налево. Сейчас у нас скорость 150 км в час. Сейчас 200. Я специально разгоняюсь, чтобы было пострашнее. Вот. Вот здесь мы лыжника видели. Ну, вот кажется, да, что вот мы сейчас не проходим. На самом деле проходим. Оп. Ой, а камера сзади летающая. Да, друзья, про камеру-то я забыл сзади, которая. Я не знаю, на скольких метрах она прошла это все. Ну, она, наверное, уже, конечно, не снимает. Мы давно ее включили, больше часа прошло. Бери ручку. Где-то прямо по курсу аэродром. Попробуй на него долететь. Помнишь, я тебе рассказывал, что все речки текут с пикдебюра. Где пикдебюр? Пикдебюр. Так. Вон он вроде. Да. Вот это самая большая в радиусе 30 км у нас гора. Слева. Слева, да. Значит, течет речка. Выходишь на русло речки. И эта речка приведет нас на аэродром. Ну, вон сей, что вы не знаете, ты кто-то как не знаешь. Это речка приведет нас на аэродром. Ой. Поехали. О нет. О нет. О нет. О нет. О нет. Я не знаю, что это вернее. О нет. 200 250 Красота Вот это я прям обожаю Шасси есть Закрылок 10 Твоя рука левая на воздушных тормозах Правая на ручке Высоты немного, начинаем правый вираж Плавно Будем с тобой афганский заход делать Хорошо Сейчас убери крен По прямой немножко пройдем Сейчас тебе полосу будет С первого раза очень тяжело поймать Но я тебе помогу, если что Хорошо, поехали направо Ну, ага, хорошо Спокойно, спокойно, спокойно Спокойно Вот так, носик хорошо держишь Продолжай разворот Продолжай, продолжай Спокойно, еще немножко ручку вправо-вправо Ручку чуть-чуть Вот, теперь Ага, убирай крен Ну смотри, ты на 8 полосы попала сама Убери крен, крен убери ручку вправо Спокойно Так, я закрыл тормоза Подлетим поближе А то мы пешком еще потом будем ходить Ручку чуть вправо-вправо Ага, все И Сейчас мы мимо полосы шедем Ну, мимо полосы что ж поделать Замри сейчас Оп Все, я взял дальше На то у нас аэродром широкий Чтобы мы могли плюхнуться где хотим И потом выехать на полосу Это на самом деле не полоса Это рулежная дорожка А полоса то, где мы приземлялись Конечно, тяжело Когда аэродром действительно с полосой Тяжело вот эту тость поймать То есть ты видишь, да Что ты вроде как поймала Потом хочешь левый крен сделать А уже земля рядом Уже много чего не наделаешь В целом очень все хорошо Ну, как проходик? Супер Прямо с таким звуком Скажем так, он идеально у меня получился Дальше мясо и петли сделаем Итак, друзья Так может летать девочка На второй день жизни Сама коснулась полосы Молодец Надеюсь, будет летать и дальше Браво До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта До новых позитивных роликов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...